Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы новости РНТВ Саратов. Гостем нашей студии сегодня станет человек, который борется с хамством на дорогах, а его последователи есть почти во всех городах России. Кто они, те самые люди, которые пугают наглых водителей, а их ролики в интернете набирают миллионы просмотров. У нас в студии сегодня основатель движения СтопХам Дмитрий Чугунов. Здравствуйте, Дмитрий! Доброго дня, Павел! Дмитрий Александрович Чугунов. Родился 25 февраля 1986 года в Москве. Образование высшее, педагогическое. Российский общественный деятель. Комиссар движения «Наши». Основатель и глава общественного движения СтопХам. Член общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель председателя комиссии по общественной безопасности. Проект СтопХам был основан в 2010 году. В качестве основной цели общественного объединения декларируется борьба с нарушениями правил дорожного движения. Парковка в неположенном месте, самозахват городской земли для парковок, использование тротуаров для передвижения на автомобиле. Впервые ли у нас в Саратове и какова цель вашего визита в наш город? Не впервые в вашем замечательном городе. Было буквально месяц назад на фестивале в Увеке. Там, собственно, и познакомился с людьми, с членами общественной палаты региональной, которые пригласили меня более детально посетить регион. Я все-таки приезжал одним днем. Я решил как раз непосредственно на несколько дней уже планомерно, как член палаты, приехать сюда поучаствовать в работе комиссии профильной. По безопасности это наш профиль в общественной палате. Собственно, те вопросы актуальные, которые в регионе есть, поднять, обсудить, встретиться с людьми, кто отвечает в регионе непосредственно за данную тему. И сформировать свое мнение о том, как обстоят дела. Дмитрий, проехав по дорогам Саратова, расскажите, какие у вас ощущения и столкнулись ли вы уже с хамством на дорогах Саратова? На дорогах Саратова с хамством я не столкнулся. Столкнулся с тем, что дороги Саратова пока оставляют желать много лучшего с точки зрения качества полотна и безопасности от этого. Но понимаю всю специфику, опять же, знаю, насколько тяжело бывает после работы предыдущей команды, в прямом смысле, рожать деньги из ниоткуда на те дыры, которые остаются, и те долги, которые остаются, собственно, тоже в регионе, их нужно закрывать. Поэтому здесь какой-то критики деструктивной быть не может. Просто нельзя не отметить, что пока в этом плане есть правительство. Но я думаю, что местные власти в этом как раз отлично об этом осведомлены. Да, ну и также отдельное впечатление оставил перелет с саратовскими авиалиниями. Здесь, да, здесь это определенный опыт. Я вспомнил армию и очень не хватало, конечно, парашюта. Но я так понимаю, что в перспективе и этот вопрос не очень позитивный будет решен. С открытием нового аэропорта пока, скажем так, все весьма-весьма грустно. Дмитрий, перейдем непосредственно к движению СтопХам. Расскажите, как в принципе оно появилось и что подтолкнуло вас на создание движения СтопХам? Вы знаете, я очень часто, когда читаю лекции, говорю о том, что любое движение, будь то СтопХам или абсолютно любое другое, начинается как аллергическая реакция общества на что-то, на какую-то проблему. Но начинается всегда с личной истории. СтопХам начался с личной истории, когда я больше двух с половиной часов простоял за припаркованной неправильной машиной, не мог ее объехать ввиду того, что была двойная сплошная, сзади перекресток, на который тоже выехать не получалось. И, собственно, я ждал, пока кто-то придет в этот автомобиль и поедет. Но когда через два с половиной часа пришла девушка из соседней кофейни, села в машину и уехала, я понял, что, собственно, да, надо что-то менять. А помните ли вы свою первую акцию? Да, мы с друзьями буквально чуть ли не на следующий день взяли простые хэндикамы, камеры, быстро напечатали какие-то наклейки, вот там первый формат, на это ушло, может быть, день максимум. И по городу на двух или трех машинах мы ездили, просто искали тех людей, кто паркуется за гранью. И, собственно, вот это первый, это май, конец мая 2010 года. А какова цель была главная? Все-таки показать людям, что надо жить по правилам, доказать? Мы хотели получить обратную связь, снять эти видеоролики, разместить в сети, мы ни на что не рассчитывали. Мы хотели понять, а это только нам интересно? Это только нас раздражает? Или это действительно проблема? И когда мы выпустили первые видеоролики, мы поняли, что мы попали прямо в точку. То есть в аудитории поняли, что это настолько наболевший вопрос, вот ткни, и оттуда прям вот пышным цветом, как говорится, полилось. Не всегда самое приятное, то есть там была и критика, и конструктивная, и деструктивная. Ну и мы, безусловно, поначалу допускали ошибки, например, мы искренне считали, что нарушают только люди на дорогих автомобилях, то есть там есть некая сегрегация в этом вопросе. Но очень быстро убедились, что хамло бывает и на четверке цвета баклажан. Дмитрий, расскажите, много ли представительств вашего движения по стране, и отслеживаете ли вы движения их и их достижения? Вы знаете, представительств масса, проект уже давно международный, то есть он есть и в Киргизии, и в Украине, и в Молдове, и в Румынии, ну, прям в ряде стран уже, даже дальнего зарубежья подключается, за всеми не уследишь, есть просто четкие правила, которые нарушать нельзя. То есть, да, и мы отталкиваемся от того, что если до нас доходит информация негативная, мы уже начинаем ее разбирать и привлекать органы местные. Зачастую мы инициируем внимание сотрудников полиции к действиям якобы стоп-хама, когда люди, прикрываясь нашим именем, пытаются заработать себе какие-то определенные весты с нарушением закона, чего допускать, безусловно, мы не можем. Дмитрий, мне кажется, что, ну, почти каждый житель нашей страны, кто пользуется интернетом, кто смотрел хоть раз телевизор, знает о вас, о вашем движении. Расскажите про методы борьбы, помимо тех самых наклеек, которые мне плевать на всех, что еще вы используете? В какой именно борьбе, позвольте уточнить? В борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Именно правила дорожного движения. Ну, стоп-хам уже просто давно гораздо шире, как проект, чем просто борьба с парковкой, с неправильной, с нарушением ПДД. И, в принципе, больше проект не про закон, а про справедливость. И там, если по-честному, стоп-хам это не проект тех, кто пытается подменить собой власть, там, или сотрудников полиции, ГИБДД. Это бессмысленно и даже, более того, вредно. А вот когда мы понимаем, что закон не работает, и внимание привлечь нужно, тогда, да, получаются только те методы, которыми работаем мы. Но давайте все-таки отталкиваться от того, если говорить о эффективности проекта, то это, в первую очередь, педагогический эффект и проект сам по себе педагогический. Потому что сам эффект проекта не в том, что мы наклеили наклейку и перепарковали конкретную машину, а в том, что потом выйдет видео обязательно, которое посмотрит несколько миллионов человек в соцсетях. И после просмотра 5-5-50 видео, неважно, там, да, у каждого свой порог, но приходит понимание, что вот так хорошо, а вот так не очень. И когда ты едешь вот так, ты выглядишь идиотом. И более того, тебе объясняют, почему ты выглядишь идиотом и почему ты мешаешь. То есть это имеет воспитательную ценность гораздо больше, чем наклеенная наклейка на кого-то в видеоролике. Потому что имеет очень жесткое, ну, откладывается на подсознание, и люди в перспективе, садясь за руль, уже начинают оценивать, а как я еду? Буду ли я выглядеть как идиот, если я сейчас встану вторым рядом и закрою целую полосу движения? Скорее всего, да. И люди просто едут дальше и ищут свободное место. В этом ценность проекта. Дмитрий, расскажите, много ли судебных исков на счету вашей организации подают ли на вас в суд за ваши действия? Вообще нет таких. Нет. А знаете почему? Потому что, когда человек на эмоциях кричит, я подам на вас в суд, я обязательно оставляю свои контактные данные. Либо тот, кто на рейде оставляет свои контактные данные, пожалуйста, официально организацию найти несложно. Она зарегистрирована в Егрюле. Но когда ты понимаешь, что издержки, которые ты потратишь на доказательство того, что ты в итоге сам составил с нарушением правил или ехал по тротуару, они будут выше твоей издержки, потраченные по времени и по деньгам на судебное разбирательство. Более того, я же обязательно приглашу вас потом, как телекомпанию, на это судебное разбирательство, чтобы показать. Вот там условный Михаил Васильевич, который мало того, что ехал на рейнджовере по тротуару, так еще и жалуется на то, что ему наклейку наклеили. Посмотрите внимательно на него. Ему наплевать на вашу жизнь. Важно, чтобы его никто не останавливал в этот момент. То есть издержки умножаются в геометрической прогрессии в этом случае. Именно эти факторы останавливают людей от каких-то судебных разбирательств. Как вы думаете, почему все же есть те люди, которые нарушают правила и не хотят жить по законам, как живут все граждане? Потому что люди отталкиваются от парадигмы, что моя жизнь важнее, чем все остальные. И мои дела нужнее. Есть такие индивидуумы, граждане. А многие просто им подражают. Соответственно, когда человек живет в этой парадигме, ему очень тяжело от нее отказаться. Но он так научен, он в этом не виноват. У нас суровость закона нивелируется необязательностью наказания. То есть нет неотратимости наказания. Если бы она была, то вот эти вот замечательные, хитро выдуманные граждане, они бы были как все. Потому что ты проехал, получил штраф, проехал, получил штраф, проехал, получил штраф. И это уже становится накладно. Когда человек проезжает по тротуару, экономит каждый день по 40 минут, по 50, а штрафует его раз в 2-3 месяца, для него это абонемент. То есть эти 2000 рублей он окупает, сто лицей, просто количеством сэкономленного времени и нервов в пробке. То есть нужно понимать, что пока у нас в голове вот это как норма, это очень длительный процесс, когда мы понятие нормы сдвигаем, это окно вертона в другую сторону, что норма не там. То есть люди не понимают, что они себе же в ногу выстреливают, когда они с ребенком на заднем сидении елут по тротуару или пытаются объехать пробку. Ребенок, он все прекрасно понимает, что вот это норма, раз папа так делает, или мама. И то, что орать на людей, тоже норма. Вот это мы не понимаем, но этому никто не учит. Поэтому я отношусь к этому снисходительной в какой-то степени. К сожалению, это норма пока. И задача моя, как члена общественной палаты, в том числе, делать норму другой. Тем и живем. Из многочисленных видео в сети интернета заметно, что большинство нарушителей с негативом относятся к вашим активистам. Но есть и те, которые даже на солидных автомобилях, солидные мужчины, женщины признают свою ошибку. Но многие нет. Как думаете, почему, что так сложно признать свою ошибку и сказать, да, действительно, я был неправ? Конечно, сложно. Конечно, сложно. Психология подсказывает, что в этой ситуации, ну, как это сказать, что я неправ? Это же просто подвергнуть сомнению вообще образ мышления, образ жизни. А если у человека, ну, он по жизни привык к тому, что он всегда прав. А если он руководящий должный занимает. Ну, то есть, это какие-то, ну, действительно сложные для человека внутренние процессы идут. То есть, мы всегда стараемся, как вот не мы непосредственно, да, вот я мы, я себя отождествляю в любом случае с социумом, с населением, с теми, кто так или иначе в эти процессы включен. У нас очень интересный народ. То есть, мы же всегда хитро-выдуманно подходим к этим вопросам. День без автомобиля, сяду обязательно, потому что будет меньше авто, доеду быстрее до работы, да. То есть, там, еду по тротуару, да, я готов заплатить штраф, но вызываете ГИБДД, почему это делаете вы? Люди рассчитывают на то, что закон не работает. Они знают прекрасно эти тонкие места и пытаются выиграть для себя тактически, там, вот лишние 10 минут, лишние полчаса. Не забывая о том, что они решают себя и своих детей в этом случае будущего. Но это от отсутствия воспитания и образования. То есть, и все, банально, других причин нет. То есть, к сожалению, вот такова реальность сейчас. И наша задача как раз жить просто по-другому, чтобы у детей перед глазами была другая практика. Потому что дурной пример заразить надо все-таки. Безусловно. Своим примером показывай. Именно так. Дмитрий, стоит ли ожидать в Саратове появления движения СтопХам? Я бы надеялся на то, что что-то появится. Будь то СтопХам в виде СтопХам или Лев Против или какие-то еще проекты. Мне всегда импонирует, когда появляются общественно-политические движения, гражданские инициативы, которые направлены на улучшение быта и жизни большого мегаполиса или маленького района, или, может быть, подъезда. Это всегда позволяет запустить те процессы, которые стагнируют. Многие чиновники занимают свои места по принципу, день прошел и ладно. Так и вся жизнь пройдет и ладно. И пока не будет заинтересованного человека, который заинтересован в улучшении качества, ничего не изменится. Именно поэтому я говорю о том, что любой проект – это некая аллергическая иммунная реакция организма, то есть, да, вот как государство. Так же и здесь. Если есть проблема, ее нужно обязательно обозначать и решать. Если не будет тех людей, для которых это в форме или игры, или в форме какой-то постоянной деятельности, если их не будет вот в этом во всем процессе, то ничего не изменится. Дмитрий, а как, допустим, в нашем городе можно создать движение? Это надо какое-то письмо вам направить, телеграмму? Ну, для начала нужно собрать инициативную группу, конечно, людей, которые готовы были бы этим заниматься. Дальше нужно связаться либо со мной, либо с кем-то из координаторов проекта в Москве, сказать, вот у нас есть группа, мы хотим делать. Обычно это происходит таким образом. Люди связываются, мы были бы рады, если бы вы начали заниматься. Вот сделайте несколько видеопробных самостоятельно, сделайте наклейки, изучите возможные средства, там хоть на листе А4 делайте, скотчем приклеивайте, но самостоятельно. Нам нужно понять, насколько для вас это принципиальный момент, способны вы к самоорганизации или нет. Если люди начинают делать какие-то действительно системные шаги в это направление, мы начинаем помогать наклейками, камерами в случае того, насколько люди это делают постоянно. Но да, безусловно, это должна быть инициатива из региона. Мы не ищем никого специально. То есть вы не направляете там своих людей в тот или иной регион? Эмиссаров мы не направляем, у нас нет такой потребности. Если в регионе это действительно есть потребность, то здесь найдется чек, для которого это будет каким-то таким либо основным, либо второстепенным видом деятельности, который занимался бы этим на постоянной основе. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. А я напоминаю, что гостем в нашей студии сегодня был основатель движения СтопХам Дмитрий Чугунов. До свидания.